скоро зима и вот перед холодами решил я обработать вот это поле здесь 14 соток с помощью фрезы короче поставлю эксперимент половину поля хочу отфрезеровать фрезой ну получается ну вот так вот так себе я бы сказал потому что вся трава вот все равно на поверхности все равно получше да вот если смотреть здесь и вот как здесь трава ну как не скажу что высокая но сантиметров 40 50 она вся здесь уже сухая почти вот есть еще зеленая вот хочу все это я отфрезеровать в этот вот эту часть здесь метра четыре но три с половиной на сколько метров 30 25 мы посадили половину картошку половину там капусту морковь вот такой вот урожай в принципе урожай был я доволен оставшиеся картошки еще попадаются вот эту часть я сейчас уже отфрезеровал где картошку убрали и очень красиво никакой этой травы нету вот сравните справа и слева очень мягко но цель фрезеровки у меня в том что хочу чтобы трава вся не вся какая-то часть как-то называется замерзла но говорят что перед зимой желательно было вспахать поле чтобы трава она за зиму замерзла корни замерзли соответственно весной это будет удобрение и говорят что меньше будет травы но не знаю посмотрим вроде бы логика в этом существует вроде как есть но мы никогда на зиму никакую из огородов мы не пахали никогда так что посмотрим и эксперимента еще заключается в том что вот половину я хочу отфрезеровать другую половину плугом ну почему так потому что я бы уже все плугом сделал ну мне лень сейчас сразу же ставить плуг подумал давай попробую сначала фрезой как это будет и силой плугом потом потому что это навеску нужно менять посмотрим что будет как лучше ну короче ребята вот так вот получается ну по мне как-то будто бы не очень тем более и вот из-за этих перепадов вот видно на если вот так поставлю здесь вниз вот такой перепад есть там уже небольшая горочка и вот из-за этого фреза где-то берет где-то где-то вообще сверху проходит вот здесь вот как например да здесь фреза тупо сверху прошла и даже не затронула потому что здесь вот такая вот впадина но это из-за того что трактор вот там вот поднимается то есть наоборот опускается получается да как-то я здесь фреза не достает здесь такая же фигня мне вот в камеру в комментариях предложили сделать плавающую фрезу даст колесо установить я пока не знаю куда это установить правда надо будет погуглить вот в общем фрезу установить вот колесо и она будет плавающим то есть как земля идет так и будет фрезеровать скорее всего вот такую штуку надо будет все-таки на следующий год придумать сейчас вот я хочу пройтись плугом у меня еще вот я говорил уже в прошлых видеороликах вот такая проблема здесь на я когда плугом начал с этой страны вот посередине фрезеровать у меня же землю закидывала середины в одну сторону а потом другую здесь получается вот такая вот проплешина то есть вот бугорок вот такой то есть не бугорок а яма с этим вот тоже нужно что-то как-то решать то есть вообще огород я хотел каким-то макаром выровнять ну думал фрезой пройдусь и она выравнивается она хрен то там нифига она не выравнивается как земля есть так она и будет короче вот надо будет что-то думать здесь я вот прошелся чтобы я мог плуг обычно не самого начала берет да где-то вот отсюда поэтому чтобы вот не было необработанной почвы я вот один раз здесь прошел со фрезой сейчас наверное буду плугом не знаю только в какую сторону я буду ходить поглядаем еще чего не понравилось так это то что вот эта вся бодяга она застревает это вот надо будет каким-то макаром все убирать вот фрезы еле видно одна трава короче вот это все надо будет чистить но а а а а а а а а Продолжение следует... 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 ну и вот итог вчера до темна пришлось работать очень быстро стемнело итог спаханного поля его смотрите к вам вопрос кто досмотрел это видео до конца что делать с этими бороздами вот под конец получается вот такая борозда естественно дальше я не могу пахать так как забор мешает и кто что делает вот в этом случае в общем мне фреза больше понравилось из-за того что можно но такие борозды там не оставляются то есть я фрезой беру практически впритык к забору здесь остается буквально 40 сантиметров и вот видно да где фреза брала вот этот час полностью плугом я не могу брать тут наверное где-то полтора метра но метр-метр двадцать где-то вот от забора дальше я брать не могу кто что делает в этом случае есть плюс конечно же то что получается борозда сразу же но если огород делать мы обычно когда огороды делаем всегда делаем борозду и это вот эта борозда из-под плуга облегчает создание ну более лучшей борозды просто пройтись утрамбовать и все но тем не менее в данном ну плюс еще вода скапливается и она будет уходить уводить воду там в канаву но тем не менее в данном случае это не особо то и нужно и плюс еще минус в том минус плуга то что от конца борозды до забора спереди да я же трактором получается пошел вот с той стороны и сюда вот я шел и где-то вот пять метров пахать не получается то есть приходится потом отсюда в ту сторону ходить но в любом случае опять же до забора полтора метра поход и не получается вот вопрос что делать в этом случае этот случай исправляет конечно же фреза но поэтому мне фреза все-таки больше понравилась и все равно что весной у меня здесь земля была обработана то есть я проходил плугом плюс потом фрезой до сантиметров 20 земля была мягкая но за лето получается что она утрамбовалась так что все равно был практически дерна твердый твердая целина почти образовалась поэтому такие глыбы все равно образуется из-под плуга барана вряд ли здесь чем-нибудь помогла бы земля ну я не скажу что прям сырая такая полусырая вот в этом сегодня ночью как раз были заморозки виден и ней ну в общем заморозки настают минус фрезы в том что его приходится больше обслуживать то есть убирать но чистить от земли там смотреть под затягивать гайки вот у меня например одна лопасть опять слетела вот одной не было одна опять куда-то потерялась вот ну еще минус это наверное единственный минус в фрезе то что его нужно больше обслуживать и все по по скорости обработки почвы я думаю одинаково что фрезой что плугом плугом вроде быстрее идешь но она берет два раза больше плуг берет два раза больше чем фреза вот как то вот так вот ну еще плюс фрезы в том что он тяжелее это для для трактора это хорошо и он короче вот смотрите сколько выступает плуг если задний ход давать много на задний поедешь а фреза считай два раза короче будет если сюда его поставить вот и все а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 разница между походой и фрезеровкой. Результат налицо. Решил, короче, отфрезеровать все полностью. Погасовшуюся час я отфрезеровал буквально за полчаса. Один проход занимает примерно полторы минуты.